В эфире студия Репортер. Меня зовут Валерия Володина. Здравствуйте. С удовольствием представляю гостей в студии. Руководитель фонда помощи морякам Ассоль Анна Муругова. Здравствуйте. И юрист морского права Виктория Ковальчук. Обсудим насущные проблемы. Каждый день мы слышим всю новую информацию о моряках, о том, в какие ситуации сложно они попадают. Но начать хотелось бы с того, что 20 января пройдет семинар для моряков и членов их семей. О чем будете говорить? Семинар наш называется «Пенсионная реформа и страховые продукты». Мы инициировали такие семинары с мая месяца, хотя именно востребованность них уже существует довольно-таки длительный период. Наверное, с тех пор, как моряки работают под складом? Да. Наша организация дружественна с ветеранской организацией, и мы не понаслышке наблюдаем жизнь наших ветеранов, те, кто выходят на пенсию, и понимаем, что она очень довольно-таки сложная. И общаясь тоже, получается, с действующими моряками, с курсантами, с кадетами, мы понимаем, что эти основы должны быть заложены именно в таком возрасте, которым ты себе можешь позволить. Когда ты начинаешь свою карьеру, свой путь, и когда ты ее уже продолжаешь. И каждый из нас должен понимать, с чем он придет к этому возрасту, какое у него будет пенсионное обеспечение. И об этом надо говорить, я считаю, что почти каждый день, потому что молодой, красивый, ты задумываешься об этом, но откладываешь это на потом. Но жизнь так располагается, что думать об этом надо сегодня и сейчас. И мы готовы говорить об этом, готовы проводить такие семинары, приглашаем родственников, приглашаем моряков. И вот одна из дат, это 20 число, в 11 часов гостиница «Виктория». Приглашаем всех, желающих посетить, задавать вопросы, не стесняться. Мы готовы это и рассказывать, и обсуждать. А уже есть какие-то действительные механизмы, как обеспечить морякам пенсию? Да, конечно. И вы будете об этом говорить на семинаре? Не так давно появилась в средствах массовой информации информация о том, как Киевский районный суд отказал в выплате в заработной плате морякам. Чем было обосновано такое решение? Да, это действительно так. Рассматривалось дело по иску трех моряков, взыскание задолженности по заработной плате. Небольшая предыстория. Они работали в офшоре, на территории Анголы. По заявлению самого работодателя, они были арестованы, обвинены в контрабанде, просидели там в Анголе три месяца, после чего все обвинения были сняты ангольским судом, они вернулись и не получили за период своего нахождения в Анголе ни копейки. По контракту судом, который должен был рассматривать данные споры, был признан высокий суд Лондона. Однако, такие судебные разбирательства стоят достаточно дорого, и те деньги, которые бы они потратили за рубежом на адвокатов, превысили бы ту сумму задолженности, которые они могли бы по зарплате, которая у них есть. Поэтому мы решили попробовать национальные способы защиты прав. Обратились в Киевский суд, обжаловали определение об открытии оппоненты. Апелляционный суд Одесской области оставил в силе, подтвердил, что Киевский суд уполномочен рассматривать такие вопросы. Но после этого, по формальным признакам, Киевский суд отказывает морякам, говоря о том, что не может применяться украинское право. Что такой отказ удивителен, поскольку, если даже суд приходит к мнению, что не подлежит применению украинского права, он должен удостовериться, какое право все-таки подлежит применению. И если он решил, что применяется какое-либо другое, отправить в ту страну международный запрос о толковании такого законодательства, и чтобы применить его уже в Украине. Примечательно, что отказав по формальному признаку в изыскании задолженности, суд лишил моряков права обращаться в какой-либо другой суд где-либо в мире, поскольку существует правило. Если есть решение уже по какому-то вопросу суда, то повторно данное дело рассматриваться не может. В связи с этим, сейчас мы подготовили апелляции, подали данные заявления в апелляционный суд, и ждем дат судебных заседаний, и когда же все-таки будет рассматриваться. Апелляции были основаны как раз-таки на этих моментах, что суд не соблюл процедуру, которая необходима при рассмотрении данных споров, если они считают, что подлежит к применению иностранное законодательство. А вообще существует позитивная практика, когда моряки с помощью национального законодательства могут все-таки отстоять свои права? Да, у нас есть буквально недавно, так скажем, закрылось очень резонансное дело. Несколько лет назад много было информации о компании Салюта Шиппинг, которая не выплачивала зарплату не только украинским морякам, а многим другим. Мы получили ряд решений в Малиновском районном суде города Одессы, и даже их исполнили. Был наложен арест на судно этого судовладельца, и накануне аукциона судовладелец произвел расчет на счет исполнителя. То есть на следующий день судно могло бы быть продано с аукциона, тогда бы расчет произвелся из этих денег. А так все-таки он успел, судовладелец, в последний момент погасить задолженность. То есть практика положительная также существует. С 1 января вступили в силу поправки конвенции по облегчению международного морского судоходства. Это позволяет морякам свободно сходить на берег. Но всегда ли нужно это делать? Или вообще, в принципе, всегда ли соблюдается это правило? Ну, я читала отзывы моряков самих о решении, и они не всегда положительные. Многие моряки как бы рады такой возможности, но говорят, что они сами будут ограничены, капитаны будут ограничиваться их сход на берег. Хотя практика показывает, что в некоторых странах это очень опасно делать. И действительно здесь нужно будет учитывать ту страну, где находится и в данный момент судно. А какие это страны? Ну, все мы знаем, что все африканские страны довольно-таки проблемные. И даже раньше имеется в виду, что когда еще были советские времена, постсоветские времена, не рекомендовано было выходить на берег. Тоже в разных арабских странах есть сложности. Поэтому каждый принимает решение самостоятельно. Ну, в принципе, сам в ответе за свою жизнь. Но с любым новшеством все равно этот прогресс, это как-то радует, что больше возможностей. Потому что все-таки есть страны, где... Да, можно сойти, действительно, кроме этого берега, кроме этого судна, и к педагогу возможность увидеть страну. И для начинающих моряков, наверное, это очень положительный момент. Мне кажется, перед тем, как если уже есть возможность сойти на берег, важно моряку поинтересоваться, какие все-таки есть обычаи, либо какие особенности законодательства в конкретной стране, куда он заходит, чтобы не попасть в какую-то неприятную ситуацию, связанную с каким-то местным менталитетом или особенностями местного законодательства. Обычно так и получается. Если проблемы, то это просто связано с разным пониманием законов, либо, в принципе, моральным каким-то ценностям. В частности, вот есть проблема в США, требует визу для того, чтобы сойти на берег, хотя они тоже подписались, и конвенция это действует там. Ну, будем уже посмотрим на практику, как она будет применяться на практике, и будут ли какие-то нюансы. К сожалению, все чаще поступает информация о том, что моряки исчезают. Вот что делать в таком случае родственникам? Куда обращаться? Ну, в первую очередь, мы всегда рекомендуем обращаться в МИД, Министерство иностранных дел Украины, потому что это наши защитники за рубежом. Основная цель — это следить за тем, чтобы были соблюдены права граждан Украины в случаях, если их жизнь не угрожает опасность. То есть, если человек пропал, понятное дело, что ему угрожает какая-то опасность, то консульские учреждения должны оказывать содействие в каких-то постановлении в известность компетентных органов о том, что это произошло, возбуждение процедуры расследования, поисков. Вторым моментом, куда мы рекомендуем обращаться, это обращаться непосредственно к самому судовладельцу, который нанял моряка с требованием предоставить ту информацию, проводятся ли поиски, предоставить отчет о поисково-спасательных работах, чтобы понять, в каком регионе и что можно конкретно предпринять. Есть ряд общественных организаций, куда можно обратиться, которые помогают морякам, в том числе, я знаю, в Ассоли. Есть ряд таких партнерских организаций, то есть, куда можно направить сведения о том, что пропал, для того, чтобы понять, видели, не видели, предпринять какие-то меры. Ну и необходимо обращаться в органы порта захода судна. То есть, обычно это все-таки делается через консульские учреждения, для того, чтобы в первом порту захода было произведено расследование, был произведен осмотр судна. Также важно обратиться в администрацию флага судна. Это администрация, которая следит за соблюдением норм безопасности судовладельцев. Они обычно проводят свое также независимое расследование по этому поводу. Поэтому, чем раньше туда обратиться, тем более вероятность того, что эти расследования будут произведены вовремя, своевременно и в полном объеме. Потому что, чем позже проступают обращения, обычно какие-то факты уже могут быть скрыты, утаянны, либо что-то выяснить уже просто не представляется возможным по техническим причинам. Буквально несколько дней назад появилась информация о том, что в Греции снова арестованы 8 членов экипажей, среди которых двое украинцы, обвиняют их в перевозке оружия. В последнее время часто это случается. Почему так происходит? Они доверяют недобросовестным крюингам? Но именно перевозка оружия – это второй случай за последнее время. Просто в последнее время очень часто звучит контрабанда оружием, контрабанда нелегалами, контрабанда сигаретами, контрабанда топливом. И эти случаи действительно получили в последнее время такое вот, скажем так, большое количество обращений. И это, конечно, очень пугает, потому что часто на этих судах именно наши граждане, которым хочется помочь, но именно в этих странах расследование проводится длительный период. Я знаю, в частности, в Греции 18 месяцев проводится расследование по этим делам. Конечно, моряку, которые только, в частности, Микон Спирит, они только начали свой контракт и сразу были задержаны. Ребята сидят, не выплаты заработной платы. И сейчас вот тоже такой же случай. Капитан и старший помощник украинцы. Обратились уже родственники. Обратились в вашу организацию? Да, будем думать и будем стараться помочь. Но в любом случае защита будет все равно... Будем привлекать судоходную компанию, адвокатов судоходной компании. Но это длительный процесс. И я думаю, что... Вообще, чаще всего, с какими обращениями к вам приходят? Ну, большее количество обращений, это все-таки связано с невыкатой заработной платы. Второе место занимаются все-таки именно контрабандные обращения. Я говорю, что вот разного рода. Я уже перечислила. Не хочу повторять, потому что эти все дела, они... Ну, они длительные, они неприятные по времени. Как и для моряков, так и для родственников. Это зачастую уголовная ответственность. Особенно в Греции это очень серьезный срок. Даже за перевозку нелегалов от 10 лет до 25. Ну, каждый раз эта цифра звучит очень, знаете, как гром. И сколько мы неоднократно предупреждали и моряков, и даже родственников, что поступил, когда вам поступает такое предложение по работе, надо 150 раз проверить эту информацию. Потому что зачастую за ним стоит вот именно задержание и расследование серьезное по времени. А потом, может быть, и вот уголовная ответственность. А как можно проверить эту информацию? Вы знаете, мы неоднократно говорили, что и наша организация, и профсоюзная организация дает информацию по проблемным компаниям, и обратившись в нашу организацию в течение одного дня, вы можете получить информацию, есть ли проблемы в этой компании, есть ли проблемы, связанные с этим судном, были ли какие-то задолженности, были ли не выплаты, брошено ли это судно сегодня на данный момент. Тем более, мы сейчас знаем, опять же, по источникам, что 37 судов находятся в состоянии того, что либо они задержаны, либо ведутся следственные действия, либо экипаж находится в судебных тяжбах, поднилупить заработные платы. Это очень серьезный список. Если даже взять минимальное количество экипажа от 10 человек, а максимальное до 20-22, то вы можете себе представить, сколько человек сейчас находится в очень сложной ситуации. Виктория, а к вам обращаются с такими же в основном проблемами? Также с невыплатой заработной платы. Часто обращаются за компенсациями в связи с травмами, которые получили моряки на борту судна, либо с болезнями, которые они приобрели в результате работы на судне. Также обращаются в связи с смертями близких и родственников, либо пропажей без вести. Также обращаются за консультацией перед уходом в рейс, либо бывают, когда моряков безосновательно списывают, то есть досрочное расторжение контракта, им тоже за это полагается компенсация большинством договоров. То есть круг обращений достаточно велик, и круг проблем у моряков достаточно большой, тоже большой, то есть какое-то распространение плохих характеристик среди крюингов, тоже обращались по этому вопросу. Был вопрос, когда моряку отказали в трудоустройстве в связи с местом его рождения, была у нас судебная процедура, когда добивались взыскания морального вреда за неправомерный отказ. Добились? Добились, да, слава. И все-таки мы уже не один раз говорили в заключении, на что необходимо обращать внимание морякам при заключении контракта? Ну, наверное, опять же, получив информацию о работе, повторяю, название судна, имя, номер, флаг, вы имеете возможность проверить информацию по этому судну, обратившись в нашу организацию и профсоюзную организацию. Я не думаю, что кто-то вам откажет именно в выдаче такой информации. Дальше, даже получив ту негативную информацию, вы должны проанализировать, стоит ли вам принимать это предложение по работе, потому что зачастую за этим стоит то, что вы можете оказаться на брошенном судне и с такой же проблемой, которая была у ваших предшественников. Недавно буквально мы вернули экипаж судна генерал-старшина Дзеров, это 10 украинских граждан, которые, получив предложение на работе государства Ливан, оказались государством Сирии и были на судне, которое было арестовано сирийскими властями. И вот они, скажем, отработав 4 месяца своего контракта, они не получили ни одной копейки. Возвращала их Министерство иностранных дел при содействии почетного консула. И сейчас мы ведем работу по оказанию помощи в взыскании заработной платы. Решать это будем юридическим путем. И это, к сожалению, процесс не быстрый. Надо настраиваться, опять же, на серьезную борьбу, на серьезную работу. Будем надеяться, что будет позитивный исход. И, пользуясь случаем, что я все-таки на эфире, мы все помним ситуацию с судном «Фринептун». Это 15 украинских граждан. Родственниками была иницирована петиция обращения к президенту, которая за три недели собрала 600 подписей. Вы знаете, очень больно. Я общаюсь каждый день с родственниками. И знаю, общаюсь с родственниками, которые живут, проживают в Одессе, такие, которые живут в Херсоне. Как больно этим людям, знаете, уже два года ждать своих близких. Как больно тем морякам. И очень больно то, что мы живем в таких морских городах, как Одесса, Херсон, Николаев. И у нас нет пяти минут, чтобы зайти на сайт, поддержать петицию, проголосовать, отдать свой голос. Это какая-то дань, помощь этим людям. Потому что у нас город с морскими традициями, у нас город морской. Я не знаю, что должно с нами случиться, чтобы мы проявили такую сознательность. Тем более, мы не раз говорили, не можете сами проголосовать. Приходите к нам в фонд, наши сотрудники помогут вам это сделать. Но хотя бы эти люди поймут, что есть какое-то морское братство, чувство локтя. Потому что вот эти ситуации, которые нам показывают, с какими обращениями нам обращаются моряки, это мы то, что мы назвали, это мы назвали вам 50%. На самом деле обращений большее количество, и они по разным пунктам. И наши люди находятся в сложных ситуациях, и по званиям, и независимым званиям. Мы будем надеяться, что ваш призыв будет услышан. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что у нас в гостях были руководитель фонда помощи морякам «Ассоль» Анна Муругова и юрист морского права Виктория Ковальчук. Меня зовут Валерия Володина. До встречи на репортере. Продолжение следует...